17 сентября 1993 года. Сухуми. Вы видите уникальные кадры, снятые любительским видео. Бои в столице непризнанной республики. Абхазские отряды начали наступление на войсках Госсовета Грузии, которые почти год удерживали Сухуми. Среди наступающих были не только абхазы. На их стороне воевали чеченцы и хабардинцы, проживавшие здесь греки и армяне. Галустра-Бизанян один из командиров армянского формирования, более известного как армянский батальон имени Баграмяна. Вроде было все подготовлено. Командование вроде все просчитало. Мы должны были идти 14 на 15. Ну, по каким-то причинам отложили на сутки, и мы пошли 15. Вот. И очень много ребят погибло именно с нашей роты. Под утро, это было 4 часа утра, дали команду наступлений, и мы в это время проходили речку, реку Гумиста. У каждого была задача своя. Согласно замыслу операции, первая рота батальона должна была зайти в тыл противника и захватить все подступы вот к этому мосту через реку Гумиста. Мост – ключ к воротам Сухуми, и за его обладание развернулось настоящее сражение. Потеряв 16 человек убитыми и 7 ранеными, рота все же выполнила свою задачу. Однако едва основные силы наступающих переправились на тот берег, как столкнулись с глубоко эшелонированной обороной грузинских войск. Мы первую прошли, а вторая линия, у них в основном на высотных домах стояли снайпера. Дали команду отходить. Когда вернулись, оказалось, что только в третьей роте 16 человек погибших. Это была первая и неудачная попытка абхазов освободить свою столицу. Ситуация была критической. Грузинские войска могли в любой момент перейти в контрнаступление и опрокинуть абхазов в море. А вместе с ними и тех, кто воевал на их стороне. Как это можно уйти в сторону, если мы родились здесь? Потому что мы с первых дней находимся в ряду в абхазской гвардии. И будем стоять до смерти. Ну, до конца. Пытаясь предупредить действия противника, абхазское командование начало подготовку к повторному наступлению. В рекордно короткие сроки из разродненных отрядов народного ополчения были сколочены две бригады. В одну из таких бригад под командованием Гарри Саманбы и влился армянский батальон. Вот видите, гора. Вот эта гора. Это гора Бырцха называется. На этой горе находился один из моих батальонов. Вот другая гора, Цугуровка знаменитая. Там другой батальон находился. Июль 93-го. Гуменистинский фронт. Абхазские отряды наконец-то вновь вышли на поступы к Сухуми. И пока они готовились к решающему штурму, грузинские части с такой же решимостью готовились обороняться. Именно в районе горы Цугуровки уже вскоре разгорелись ожесточенные бои. Господствующие высоты, занятые грузинскими отрядами, позволяли им контролировать все мосты и дороги, ведущие к Сухуми. Тогда как до самой столицы Абхазии было рукой подать. Всего-то километра полтора. Вот эту гору и предстояло захватить роте под командованием трапезаняна. И мне пришлось вместе 67 ребят подняться на Цугуровку. Это самый тяжелый участок. Мы подошли к поступу села. У меня был проводник Галустян Миша, который проживал именно четвертый дом в этом селе. Он был у меня проводником. Родители были там. И мы должны были войти туда, к нему, чтобы родители нам сказали, как нам дальше действовать. Разведка? Вернулся, разведка. Ты тоже замучил. 338-й день войны. Уже утром выяснилось, что все подступы и тропы к вершине Цугуровки заминированы. Но штурм начался. Одним из первых получил тяжелое ранение трапезанян. Он подорвался на мине. Вот так на носилках, в гору, вытаскивали бойцы своего раненого командира. Уже к вечеру абхазским отрядам удалось захватить все высоты. Дорога на Сухуми была открыта. Ну, мы их обошли. Мы через горы спустились, через эту берсху, и в тыл зашли, и пошли дальше. Мы их оставили глубоко в тылу. Как на удивление. И затем мы пошли дальше, продолжили наступательную операцию. Где-то 23-го числа был взят телевышка наша. Это уже находится, уже в Сухуми, здесь уже полтора километра. А потом, через четыре дня, через четыре дня, да, мы вошли уже в Сухуми. Турм 16 сентября стал неожиданностью не только для грузин, но и для России, проводившей в эти дни мирные переговоры. Ардзенба пошел в Вапан. Без согласия Москвы отдал приказ о наступлении. Устремившиеся к центру города адхазские роты и батальоны в численности около полутора тысяч человек столкнулись с ожесточенным сопротивлением. По улице Орженикидзе двигался батальон имени Баграмяна. Их цель – здание Савмина, символ власти Госсовета Грузии. Славно, Савмина, Турцкая, тихо, да? 148, 141-го. На поступках к этому белому дому, да? Спасибо. 11 дней длился штурм. 11 дней на улицах Сухуми не стихала артиллерийская канонара и пулеметная стрельба. Война еще продолжала вести свой счет, но победа была уже близка. За родину! За победу! Будьте здоровы, армяне! Через четыре дня абхазские отряды выдавят грузинские войска за реку Ингури, условной границы между Абхазией и Грузией. Будет определен статус-кво. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Так он прошел всю войну в первом мотострелково-эшеро-афонском батальоне. Возил боеприпасы. До 2 июля участвовал в операции на высоте Ахбюк. Во время боевых действий подорвался на мини и потерял ногу. Был прооперирован в Афоне и на сегодняшний день поменял уже три протеза. Все равно надо вылазить в Айвад. Разной цены то, что разведка, что переведка. Да, последние нападения, когда было, уже сихом забирали. Тогда они сожгли, уже знали, что уходят. Тогда и сожгли капитал. Жизнь после войны стала медленно, но верно налаживаться. Международный комитет Красного Креста помог восстановить крышу дома. Своими силами отремонтировали две комнаты. Несмотря на все трудности и проблемы, встретившиеся именно на жизненном пути, супруги Карбашан полны веры и надежды на лучшее будущее своих детей и внуков. И через 25 лет собираются отпраздновать бриллиантовую свадьбу. Субтитры создавал DimaTorzok